приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и вот мы находимся где мы посадили арбузы и дыни в огороде в открытый грунт да вот это дыни это раиса расскажет вам это дыня раймонд именно вот 75 дней с момента всходов но у нас чуть чуть дольше получилось и она у нас была в укрытии и естественно очень красивая ну и какая длина это кстати фирма хазера и 27 сантиметров на 27 это та а вот эта которая подлиннее это второй плод это у нас уже внучка научила нас определять длину этот это тоже наверное такая же что первая завязываемость была здесь было накрыто агроволокном рассадой высадили осеяли рассаду 19 апреля при растущей луне в знаке рак это хорошее время для бахчевых культур но и сколько длина в этой дыни 25 25 агата 27 ага почему выбрали именно эти дыни потому что у них очень хорошая устойчивость к стрессовым ситуациям и завязывает несмотря ни на что и вот два таких огромных плода там еще что-то маленькое есть но самое главное вот это здесь никакой формировки кстати мы не делали не обрезали сильная жара и вот они выстояли устойчивые к различным заболеваниям и к вот этим стрессовым ситуациям вяжут видите как еще вот одна но да то то у нас сорт каррера вот она мы как рыбаки вот когда сом ловят мы как рыбаки они уже знают какой вес они его измеряют длину диаметр и вес и определяет сколько ему лет так и мы здесь получается чуть-чуть сеточка по-другому почему снова же ее купила тоже эту дыню 70 дней и очень хорошая устойчивость к фазариозным гнилям корней и корневой шейки это проблема у многих дынь наших которые раньше мы выращивали просто погибают и все смотрите какое мощное растение листья огромные и при стрессовых ситуациях снова же здесь была стрессовая ситуация дожди в воде стояла и она завязала все равно два больших плода мы когда уже будем убирать и пробовать на вкус мы более подробно о них расскажем а сегодня мы хотим посмотреть уже пора у нас пришла разобраться с кого нам и идем кавуны у нас очень интересные арбузы вот здесь с краю уже это у нас арбузы f1 изумруд f1 вот это прологоватый но этот крайний это второй плод а вот там дальше маленький какой-то еще зеленый это топган а вот этот маленький я здесь смотрю уже усик уже вот лопатка уже сухая усик сухой он цвет поменял уже такой светловатый и по звуку он готовый ну давай посмотрим это вот одно растение у нас вот смотри сколько завязала идем дальше идем дальше вот это они удлиненные такие вот идем туда это тоже из этих там усик еще зеленый смотри давай покажем как определять спелость еще вот усик зеленый а лопатка вот там где лоб черепашка вот лопатка сухая значит он розовый сейчас еще рано его собирать вредители да вредителей много вот еще рано маленький такой он тоже 28 длина его и диаметр 23 это в новшество у нас определение плодов новшество которое нам ввела внучка так а ну-ка давай еще это тоже вот это что это тоже изумруд ну вот что интересно мы их посадили вы видели они у нас и тонули и прошли очень сложную ситуацию с холодом давай еще тоже покажем здесь что у нас здесь тоже клопы черепашки вот это же время такое что там она спится я не буду его трогать но он он звонкий уже звонкий да его надо уже о смотри при чуть-чуть при это приподнять вот смотрите это вот как клопы черепашки тут как тут как я их не люблю но что делать ой извините лопатка сухая уже вот она вот видите лопатка и усик тоже уже высох а ну звук еще раз и звук хороший давай-ка мы его сорвем и извесим сейчас пройдем все сорта потом уже отметим значит вот этот мы его да вот этот соберем соберем да вот маленький тоже пошел спрятался здесь здесь тоже спрятался он зеленый вот да вот смотрите у нас по два арбуза получилось здесь вот между картошкой и вот этот ряд у нас чисто арбузы были и я еще посадила для того чтобы затенение сделать вот эти чернообривцы бархатцы и получилось что они все завязали возле бархатцы вот им нравятся бархатцы и здесь получается им прохладненько хотя корням там вот тепло и травку мы не убирали так еще один изумруд а ну-ка ну-ка усик еще не весь видишь кусочек кусика зеленого если кусочек кусика зеленого то ни в коем случае еще не собираем он розовый и тупой звук да тупой звук не трогаем там рядышком еще спрятался но он видно по цвету зеленый да вот на кустики два-три вот тот следующий куст это уже пошли топганы которые мы уже в теплице собрали они круглые кругловатые вот они будут открывать его да чтобы солнце еще будет что там у нас усиками давай-ка я сейчас пройду сюда и покажем потому что многие не знают как же все-таки определять да усик еще зеленый а вот лопаточка уже высохла это розовый цвет только-только нежно-розовый здесь а здесь кстати смотри усик уже высох и лопатка высохла вот еще раз мне говорят да где же там эта лопатка где вы ее видите вот она видите лопаточка сухая и рядышком там где арбуз выходит из побега там вот связь вот этот с побегом там должно быть усик и там должна быть лопатка и вот здесь вот они уже сухие это тоже готовый тоже готовый по звуку звонкий но цвет еще зеленоватый когда будет яркий тогда это топган который у нас теплица был это раннеспелый гибрид вот у них тоже мощная корневая система вот эти два гибрида я их покупала из-за того что мощная корневая система и устойчивость к различным заболеваниям особенно к фузыриозу и это просто бич раньше было у нас вот с арбузами вот такая проблема но идем дальше посмотрим на целый а то маленький он уже будет не такой мы любим вот так чтобы они крупненькие были и путешествуем дальше у нас в картошке топган смотрите в траве завязался она покажи вот здесь зеленая шейка усик усик смотрите и усик давай покажи где же тут вот лопатка вот лопатка видите вот лопатка зеленая конкретно зеленая и усик вот видите вот усик зеленый вот он вот усик вот он зеленый и цвет зеленый у него так вот он никакой он такой тонный незвонкий здесь тоже вот есть еще вот здесь уже начинается смотри здесь тоже начинает созревать а ну-ка то есть тупой еще чуть-чуть зеленый он зеленый сколько черепашек это просто беда у нас с этими черепашками август месяц это уже все маленькие видите они как-то на солнце больше вот они умные кто бы чтобы не говорил растение живые они себе вот эту завесу используют здесь картофель между картофелем вот оставлена травка и здесь же сорная трава и бархатцы и вот здесь они себе растут а этот вообще выбрался своим бочком а ну-ка давай мы посмотрим его но это длинный это у нас изумруд осторожно смотри чтобы не сорвался лопатка давай как посмотрим лопатка сухая вот она вот лопатка и усик вот видите сухой а ну звук может это уже красный светлый да и он здесь бачок подложил на солнышко очень хорошо это из этого же вот здесь табхан и мы высаживали и три растения табхан не помню сколько я 10 семян покупала скожесть была вся изумительности сто процентов и пять семечек было у нас до 5 семечек вот этого изумруд f1 необыкновенного арбуза типа крымсот свит вот я его тоже покупала из-за того что он устойчив в стрессовом ситуации уже много суши усик наполовину высох давай покажу усик видите вот он сухой но здесь еще зеленый он должен до конца высохнуть и тогда он уже лопатка уже естественно где-то отошла звук он звонкий но еще должен постоять маленькие мы не будем их трогать они только завязались еще зеленые но вот мы в принципе посмотрели и показали вам свои а еще здесь есть это табхан это идет полукруглый и вот тоже еще раз покажем вот оно у нас что у нас у нас тоже здесь уже подсохло здесь на картошке усик сухой лопатка вот она вот она лопаточка видите она сухая сухая и усик и цвет и звонкий ну пусть он еще побудет а вот эти крупные мы возьмем и уже соберем потому что надо уже во первых их есть и если они перестоят они будут невкусные вот и нужно уже к столу вот уже закончили в теплице в теплице у нас был топ ган очень сильная мощная вот смотрите травка растение практически все здоровые и мы еще ко всему обрабатывали одну неделю обрабатывала раствором трихофита вторую неделю против вредителей потому что такое количество вредителей еще никогда не было вот они зеленые растения листья такие мощные тоже здоровые травка им помогла в эту жару на солнце было где-то больше 50 около 60 градусов они это все выстояли вот эти красавцы выстояли ну и здесь вот идет ряд картофеля у нас тут все вместе растет друг дружке растения помогают закрывают от жары от солнца что-то ты хотел еще сказать и морковочка и морковочку и бурячок петрушка бахча пошла дальше мы не формируем здесь в теплице вот надо формировать а здесь формировки не подлежит бахча потому что здесь растение само формирует и листья и все что ему нужно для того чтобы выстоять вот эту погоду с разными климатическими вот этими стрессовыми ситуациями и вот эти гибриды мы выбирали для того чтобы они выставили вот этот период то что будем собирать будем собирать и взвешивать давай будем да давай вот этот что на солнце сейчас чуть-чуть прохлада там дальше снова жара идет поэтому давай мы его красавец вот это довольное лицо Александра Федоровича он очень любит вот такие красивые крупные арбузы и дыни естественно и мы их любим по вкусу тоже ну что идем взвешивать просто интересно отрегулировал да отрегулирую чтобы точно было старинные у нас такие весы которые никогда не подводят 160 килограмм 160 килограмм хорошие весы никаких сбоев не надо батарейку никакую им давать так ну давай по нулям ну просто интересно сколько же этот красавец изумруд название такое классное так ну а теперь давай ага 10 килограмм мало надо больше значит он больше 10 килограммов ставим большую гирьку на 10 килограмм вот еще больше 11 до 11 килограмм вот это да это 11 килограмм хорошие арбузы можно их выращивать но сейчас осталось единственное что попробовать тофган мы уже знаем что он сладкий медовый а это впервые мы этот выращиваем идем их его резать на кухню сейчас момент вот этот всегда волнительный когда срезаешь вот эту шашку ой какая красота ну слушай название мне очень понравилось название я сначала смотрела на название а затем трещит вот это самая лучшая характеристика красивый смотрите нехимичный ни в коем случае никаких вот этих реакций нету просто вот натуральный обычный огородный ароматный арбуз вот до 11 килограммов красота стоит выращивать и причем при такой погоде мы вот сегодня у нас шестое августа и мы в 6 августа вот собираем уже открытый грот первые сегодня первая ягодка пошла так ну-ка-ну-ка-ну-ка очень красивый а попробуй давай я попробую он по вкусу еще медовее чем топ-ган но это вот магний подкормка последнего всегда у меня магний кстати и кальций подкармливала бор точно так же как и те которые в теплице и этим то же самое надо было потому что вот эта жара вот эти погодные условия нужно было помогать растениям вот все выстоять и запускать физиологический процесс постоянно чтобы работали растения в полную мощность но очень красиво пахнет и вкусно мы сегодня а мы это раиса горяченко и Александр Войлик провели такой важный фото и видео репортаж из нашего нашей грядки где мы выращивали арбузы арбузы и дыни и вот мы сейчас уже будем из открытого грунта первую ягодку есть наслаждаться а с вами прощаемся пока пока всего вам самого доброго до новых встреч в новых видео пока пока удачи вам и вам тоже приятного аппетита